Всем привет! С вами Андрей Полховский. Это продолжение видео про Pine Beach Club. И начнем мы сегодня с обзора обеда. Пойдем на обед и посмотрим, чем здесь кормят. Находимся мы в основном ресторане. Здесь можно удобно расположиться на террасе, что мы сейчас и сделаем. Но для начала покажу вам, что тут предлагают на обед. Кто не видел первую часть видео, ссылка сейчас в правом верхнем углу экрана. У нас тут рис, зеленая чечевица с овощами, роти с курицей, здесь у нас тако с говядиной, фаршированные баклажаны, картофельное пюре, суп эзогелин. Интересное название. Борщ с мясом. Как-то странно тут видеть борщ. Котлеты на гриле. Шашлык из индейки закончился и там готовится. Себас на гриле. Скумбрия на гриле. Дальше что тут у нас. Овощи на гриле. Сладкий чили соус. Соус барбекю. Кисло-сладкий соус. Спагетти, равиоли, паста с томатным соусом. Сливочно-грибной фетучини. Картофель фри. Луковые кольца. Куриный шницель. И чли кефте. Не уверен, что правильно произношу. Котлетки из булгура с фаршем. Сельдерей с оливковым маслом. Рыба на пару. Ну что, будем обедать. Эзагелин. А это борщ с мясом. Сейчас произойдет тест. Все приборы упакованы в специальные пакетики. Ну и как борщ? Островат. Но очень вкусно. Конечно же мы едем в Турцию для того, чтобы поесть борщ. Не так, как у нас делают. Но очень вкусно. Суп эзагелин похож просто на какой-то томатный суп. Томатный суп с гречкой, я бы сказал. Серьезно? Какой бы на суп? Эзагелин. Еще я себе решил взять тако и фаршированные баклажаны. Просто взрыв. Ну и конечно сибас. Мы не могли... А вот тут еще желающие на сибас есть. Тако это что-то мексиканское. Не очень не обошло. Но шашлык из индейки. Завесливый. Ну и конечно я не представляю свою жизнь без рыбы. Поэтому сибас. А еще мне очень нравится лип. Мой помощник в поедании сибасов. Справляется тоже хорошо. Обратите внимание на влажные салфетки. Они жутко алкогольные. Если прикоснуться такой салфеткой к губам, то ощущение проходит очень небыстро. Выбор еды достаточно хорош, несмотря на то, что сейчас май. И у отеля небольшая заполняемость на текущий момент. После обеда погуляем немного по территории. Вы видите, она красивая и ухоженная. По всей территории стоят шезлонги. Не только возле бассейна. Их можно найти также и возле деревьев, пальм, кустарников. И можно полежать отдохнуть в красивых местах. Тут есть гамак. Можно его испробовать. Можно также отлично расположиться. Хочу отметить, что это отель круглогодичного пребывания. И он зимой не закрывается. Работает так же, как и летом. Возле пляжа находятся так называемые павильоны. О которых я говорил в первой части видео. Они включены в концепцию, если вы проживаете в номере категории Classic+. Отдельно их можно также бронировать. Но это будет уже за деньги. И стоимость в сутки в сезон может доходить до 80 евро. В целом отель довольно уютный. Несмотря на то количество гостей, которые присутствуют здесь и сейчас. Потому что на самом деле заполняемость у него не очень большая. Но весь сервис и все услуги находятся в принципе на достаточно должном уровне. Как я и говорил в первой части видео, в отеле находится 15 бассейнов. Такое ощущение, что они повсюду. Большие, маленькие, взрослые, детские. Кроме открытых есть и крытый бассейн. Находится он в спа-центре. Об этом немного позднее. Возле бассейнов есть, конечно, шезлонги, зонтики. И есть навес. Можно находиться как на солнце, так и в тени. Места всем достаточно. По крайней мере территория большая. И отдыхающие могут спокойно по ней рассредоточиться. Чтобы никто никому не мешал. Я собираюсь скоро посетить спа-центр. Пока на пляже жарко. Хочу протестировать закрытый бассейн, сауну и хамам. И, конечно, в этом видео будет еще пляж. Как я обращал уже ваше внимание, отель имеет семейную концепцию. И здесь много сервисов и объектов инфраструктуры, направленных именно на детей. Территория отеля мне нравится. Как видите, тут много цветов, кустарников, деревьев. Все ухоженное, благоухающее. Мы гуляем сейчас по основной части. А в следующем обзоре покажу вам территорию клубной части отеля. Это Pine Beach Club. Там тоже есть что посмотреть. Смотрите, какие красивые кактусы. Не знаю почему, но мне очень нравятся кактусы. В отеле находится 8 баров. Расположены они по всей территории отеля. Как в основной, так и в клубной части. Все, что входит в концепцию ультра, я имею ввиду импортные напитки, доступно только в лобби-баре и в наутилус-баре. В остальных барах доступны только местные алкогольные и безалкогольные напитки. Из лобби-бара есть выход на небольшой балкончик для двоих с красивыми видами на клубную часть отеля. Вот там территория отеля Pine Beach Club. В отеле немного странные браслеты, а точнее система крепления. Видите, я поменял уже сегодня второй за день. Первый развалился и второй тоже уже сейчас развалится. Они просто не держатся. И все рлется здесь. А сейчас настало время спа-центра. Пока на улице жарко, самое время посетить и протестировать закрытый бассейн. Интерьер в спа-центре приятный. Мне кажется, что все турецкие спа-центры похожи и выглядят похожими друг на друга. В посещение спа-центра входит в концепцию отеля. Это бесплатно. Здесь есть бассейн с морской водой. Есть хамам, есть сауна. Полотенца для спа-центра берутся на стойке в спа-центре. Бассейн на самом деле с морской водой. Он крытый. Пользоваться им можно круглогодично, так как отель работает круглогодично и не закрывается. Сауна и хамам также включены в концепцию отеля. Ими можно пользоваться бесплатно. Естественно, если вы захотите массаж, либо спа-процедуры, за это придется заплатить дополнительно. Тут находится хамам. Кто не знает, это турецкая баня. Ее особенность в том, что температура внутри невысокая. Как правило, 40-50 градусов. Пар влажный и мягкий. Хорошо подходит людям, которые не переносят высокие температуры. Если пройти дальше, то можно найти и классическую сауну. Далее находятся несколько массажных комнат. Бассейн в спа-центре не маленький. Есть элементы гидромассажа и зона отдыха с шезлонгами и видами на открытый бассейн и территорию отеля. Ну а мы двигаемся дальше. Один из основных моментов, по которым выбирают отель, это пляж. Поэтому сейчас пойдем проверим, какой пляж в Пайн-Бич. Пляжные полотенца здесь вдают вот в этом здании. Тут насобиралась какая-то очередь. Видимо, за полотенцами. Просто никого нет. Думаю, никто не обидится, если я сам возьму себе полотенце. Все, полотенце есть. На пляж идти готовы. Отель находится на первой линии. Но так как территория отеля очень большая, идти вы можете до пляжа вплоть до 10 минут. В зависимости от вашего места проживания в отеле. Пляж песчаный, вход в море пологий и тоже песчаный. Песок мелкий. В целом пляж отличный, к пляжу у меня никаких претензий нет. На пляже есть понтон с лестницей для тех, кто хочет сразу поглубже. Зонтики, шезлонги, пляжные полотенца предоставляются бесплатно. Из еды вы видели все, и завтрак и обед остался только ужин. Тушеный нут, рис, ассорти из долмы, овощной гратен, кебаб из баклажанов с говядиной, запеченный картофель, суп из баранины и риса, антрикот из говядины, жареные куриные крылышки, дорадо на гриле, это что-то похожее на форель, спагетти, равиоли, феттучини, соусы, фри, куриный шницель, куриный рулет, что в целом можно сказать про отель. Ему уже 20 лет, но несмотря на свой возраст, он смотрится вполне достойно. Чувствуется, что за ним ухаживают. Конечно, тут все не новое и ультрасовременное, и встречаются подуставшие номера, но и явно чего-то негативного я не заметил. Отель подойдет и семьям с детьми, и парам, и одиноким туристам разного возраста. Больше всего он подойдет любителям спокойного отдыха, красивой природы, а также семейным парам с детьми. Мне нравится Pine Beach, в нем есть что-то свое особенное. Больше всего мне нравится клубная часть, о которой пойдет речь в следующей части видео. Спасибо, что досмотрели до конца. Едьте отдыхать в Турцию, бронируйте и покупайте у нас туры, и отдыхайте вместе с нами. До встречи в новых выпусках.